Опытному фотолюбителю от камеры нужна возможность досконально контролировать каждый аспект съемки, уверенный автофокус и хорошее качество картинки. Здравствуйте, меня зовут Станислав Васильев и в этом видеообзоре мы с вами попробуем Nikon D7000, еще недавно возглавлявший любительский класс. 7000 серия возглавляет линейку камер Nikon с кропнутым сенсором. В модели D7000 установлена 16-мегапиксельная матрица, работающая с процессором XP2. Камера может снимать на скорости до 6 кадров в секунду с постоянным следящим фокусом по 39 точкам, из которых 9 крестового типа. И буфер достаточно большого размера, снимая в JPEG, его очень сложно переполнить. Давайте опробуем камеру в действии и поснимаем на нее наиболее распространенные в городе сюжеты. Разрешение сенсора достаточно для печати снимков на формате А3. Детализация и шумы вплоть до ISO 3200 остаются хорошими. Камера снимает сразу на две карты памяти SD, при этом вы можете их использовать по очереди, параллельно для надежности или на одну писать RAF, а на второй JPEG. Органы управления созданы для опытных фотографов. Здесь есть автоматический режим и сюжетные программы, но, конечно, всегда лучше выйти за пределы автомата. Камера оснащена дополнительным экраном со служебной информацией, коресом регулировки скорости съемки, рычагом переключения режимов автофокуса и кнопкой просмотра глубины резкости. На младшей модели для начинающих фотографов, которым не требуется контролировать съемку от и до, их обычно не ставят. Через специальный разъем к камере можно подключить модули Wi-Fi и GPS, чтобы передавать снимки и записывать в них информацию о том, где они сделаны. Также на камере есть вход для микрофона и аудиовидеовых. Встроенная вспышка может не только сама подсвечивать кадр, но и управлять системой креативного освещения Nikon, то есть несколькими внешними вспышками как в ручном, так и в автоматическом TTL режиме. Запись видео возможна в разрешении Full HD на скорости до 24 кадров в секунду. Разрешение и качество настраивается в меню, как и уровень записи с микрофона. Меню здесь на полупрофессиональном уровне. Можно изменить многие опции, например, шаг изменения чувствительности, настройки авто ISO, минимальную выдержку и многое другое. Поворотным экраном Nikon D7000 не оснащается. Если у вас есть специальный Wi-Fi-модуль, можно использовать вместо него смартфон, это будет даже удобнее. Подведу итог. Модель D7000 до появления 7100 возглавляла любительский сегмент камер Nikon с кропнутым сенсором. Фотоаппарат создан для требовательных фотографов, особенно снимающих динамичные сюжеты. Конечно, она справится и с любыми задачами фотолюбителя. Nikon D7000. На камере есть бла-бла-бла, бла-бла-бла и бла-бла-бла. И если я в этот момент упаду, если пойду я ко дну, the brain is of a photograph is temporary lock. M-Video. Нам не все равно.